Друзья мои, ну что, Смуз Тел Радио, Саша Пушкина, Роман Карловский, и мы продолжаем нашу увлекательнейшую беседу про истинную магию, про то, как вернуться к точке сборки путем правильного дыхания. Ром, вот при изучении материалов о тебе, малосведущий человек может наткнуться сразу на несколько непонятных терминов. Честно признаюсь, они непонятны даже для меня, поэтому мне сейчас будет особенно интересно. Вот ты являешься проводником в саматхе, помогаешь войти в состояние сомы, это уже сразу два странных слова, понимаешь, в одном предложении. Объясни понятным языком, куда и как ты вводишь. Итак, это уже следующая тема после дыхания, потому что я сейчас отошел от ведения тренингов по дыханию. Иногда появляюсь на особых мероприятиях, которые делает Александр Николаевич Блинков, я уже появляюсь на научных мероприятиях, где только все с профобразованием, и иногда даю им дыхательные техники, потому что все-таки это касается биологии, и тут мы не можем сказать, что какая-то голубая энергия или белая энергия спускается на прана какая-то, тут конкретная физиология включается. Поэтому это все хорошо заходит, никакой религии это не относится. Но есть высший уровень медитации, который вот это уже интереснее, потому что есть йога, 8 ступеней в йоге, да, кто занимается йогой знает, да, и 8 ступень это самадхи или самати, еще по-разному называют. Я про это тоже сделал фильм, и это, ну вот это реально изменение температуры тела, измерение ощущений, растворение тела, и там же остановка внутреннего диалога, вот все то, что можно дойти до чего при помощи практик и методов, это можно достичь без этого. Вот. То есть, если мы достигаем определенных состояний при помощи дыхательной практики, то во время медитации в самадхи эти же результаты достигаются, не применяя манипуляции, внушения дыхания или еще чего-то там. То есть, если вот просто мне нужен доступ к определенным состояниям, я закрываю глаза, и там минут через 15-20 я в этом состоянии. То есть, я ничего не делаю, я не произношу никаких мантр и так далее. Мало того, что я могу на расстоянии по WhatsApp, люди в разных частях света, кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Пекине, кто-то в Литве. Вот у меня есть группа людей, с которыми я провожу такие медитации, это личная передача состояния, и вот одновременно у всех меняется состояние внутреннее. Причем это очень мощное изменение. Я даже иногда прямые эфиры проводил в Инстаграме, человек там 60-80 было, и мы входили в это состояние, прямо оно физически чувствуется. То есть, вот это уже интересно. Это уже вышка, да, это уже вышка. И если раньше нужно было подышать, чтобы войти в состояние, короче, сделать какое-то действие, то, что касается самадхи, нужно наоборот убрать того, кто делает. То есть, в самадхи некому входить. То есть, нету того я, кто входит в самадхи. Самадхи происходит в момент остановки и момент такой микросмерти, вот этого я, которое мы считаем. За 15 минут? Даже может быть раньше. Что там происходит? Я поэтому сделал фильм, лучше посмотреть фильм, да, наберите просто в Ютубе, кто я, да, и там подробно все про уровни, про чакры, про все, как это работает. Круто. Ребят, кто заинтересовался, обязательно наберите. У Рома действительно очень такой большой и интересный, такой емкий Ютуб-канал. Я выходила на него каждую неделю там, обещано, да, новое видео. Ну, оно не каждую неделю выходит. На большими буквами написано. Ну, на самом деле, там действительно очень полезная информация. Я вот успела посмотреть фильм о Кастанеде и прям увлеклась. Рома, я обязательно буду продолжать следить за тобой. Ром, давай вот ближе к теме манипуляций, да. Мы прошлую среду тоже с моей гостью разговаривали про манипуляцию мастеров. Она основана на маркетинге, естественно. Ну, да, то есть сейчас вот эта вот тема коучей, духовных практиков, питания праны, вот это вот все, это у нас очень популярно, естественно. И тут фиг пойди разбери, кто из них действительно мастер, а кто из них хороший продавец, скажем, да, своих товаров. Ты в отличие от многих мастеров не пропагандируешь какие-то обещания, да, сумасшедшие, то есть социально устоявшиеся, я имею в виду, да, что вы придете ко мне, подышите, к вам придет там миллион долларов. Или у вас там будет счастливая семья, здоровье, там что-то еще, да. Ну, то есть ты не даешь каких-то громких звучных обещаний, хотя для маркетинга это очень важно, да. Всегда, когда делаешь какой-то курс, вообще выходишь в интернет-пространство, ты что-то скажи, пообещай, как бы, я почему тебя должны купить. Ну, я сейчас расскажу, у многих бомбанет. Так, а ну-ка, давай, хочу, чтобы бомбанула. Любите же, да, контент, который на грани, да. Очень. Так вот, рассказываю, внимайте, вот если вы будете листать ленту, инстаграма, да, или там еще какую-то ленту, что вы видите? Вы видите, ну, возьмем эзотерики, да, там эзотерики, магия, школы разные, известные. Так. Вот, что мы оттуда видим? Первое, что в нашу голову врывается, это синдром зазывалых. Есть такое, да. Короче, это напоминает, идешь ты по рынку, и там разные лотки по-турецкому. Э, иди сюда, иди у меня лучше. Там другой подлетает, э, не, иди ко мне. Короче, вот эта вся зазывальская какофония, это, ну, вообще не уровень. То есть, реально, то есть, если ты зазывала, бегом ко мне на курсы, бегом, бегом. Я раньше тоже таким был. Мы делали таргет, мы, короче, пыхтели. Так. Проходил все-таки. Проходил, конечно. Так. Так, тут надо написать, как там, сейчас скажу, формула уникальная, продающий текст, вот. Да, продающий текст, попасть в боль. Боль, усиление, боли. Как обещание. Обещание. Обещание, решение. А еще нужно обязательно сказать, мы вернем бабки, если вам не понравится. Ну, короче, тебе никто их не возвращает, реально, по факту, это, ну, просто, это куда-то пролетает. И, короче, это лажа. А вот эти зазывалы, это, конечно же, они, может так даже представить и заметить, что они друг перед другом конкурируют, кто круче зазывает. То есть, они даже, по ходу, про клиентов, про своих реальных забывают, да, типа, ага, ты зазывал столько у тебя слов, фраз, а у меня вот эти триггеры работают. Очень правильно говоришь, да. И вот эти зазывалы просто, ну, ребят, извините, ну, честно, ну, как бы, это, это рынок, то есть, вы как базарные бабки на рынке, то есть, зазывайте на свои курсы. Семидневный марафон, бегом ко мне, бегом, последняя акция, осталось два места, мать его, два места, бегом, ломись, ко мне, не ходите к тому, вот ко мне, бегите ко мне, ко мне, ко мне. Как бы это сказать, ну, вы поняли, о чем я имею в виду, вот это вот рыночный маркетинг зазывал, и это просто какая, какой-то трешняк. И у многих людей уже реально отторжение, то есть, я, я даже хочу, мне что-то нужно интересное найти, я захожу к каким-то мастерам коучам, а у них одни зазывалы, одни акции, одни скидки, камон, я на свои услуги скидки не даю, вообще. То есть, ребята, если вы хотите скидку, значит, вы не готовы, проходите мимо, спите дальше. И все, то есть, хватит? Ты говоришь, что у тебя был опыт, как раз таки, того самого зазывала, да, ну, в принципе, все... Маркетинг мы делали. Все, через это, прогон, все, кто остановится на вот этот путь, как бы, ну, вести, ты становишься мастером, да, ты как бы исправил свою жизнь, думаешь, как передавать это другим. Это нужно донести как-то, чтобы это услышать, это логично, да, и естественно, каждый мастер сначала, будь он там хороший экологичный мастер или рыночный зазывала, он становится на одну и ту же дорожку. Вот как им оказался твой опыт вот этого зазывал, и когда ты понял, и как, что это не работает, и как стало работать по-другому. Это не то, что не работает, это просто раздражает. Тебя начало это изнутри раздражать? Да, конечно, это тонна сил, энергии, то есть ты делаешь рекламу, ты делаешь таргет, ты смотришь, что отклик людей, ты начинаешь тестировать аудиторию. АБ-тесты есть такое. Да, да, я знаю. Знаете, это получается очень жалкая картина, когда ты тестируешь аудиторию, ты как будто, ну, начинаешь, а это прокатит? Ты бы не подстраиваешься. Да, а это, о, вот эти триггеры зайдут. Знаешь, вот эта вот тема, лишь бы собрать толпу, то есть лишь бы на свой тренинг там максимальное количество людей набрать. Вот у тебя соревнования за массу идёт. Но при этом всём качество падает. То есть люди, которые зашли на масс-маркетинг на тебя, они мало что получаются. Поэтому в известном центре из 50 человек только два что-то берут. Потому что остальные 48, они вообще не по адресу пришли. Ну, бабки принесли, всё, то есть, ну, они ничего не получили. Это не честно, нет эволюции. И поэтому они ходят, блуждают от зазывалок к зазывалу. Так как всё-таки это мастер сделать так, чтобы без маркетинга, да, без вот этих вот противных рыночных зазывал, да, я с тобой полностью согласна, саму воротит от этого всего уже давно. А как сделать так, чтобы вообще ничего, получается, не делать тогда, да, то есть... Нет, надо, конечно, делать. Надо, конечно, делать. Делать, пилить контент. Пилить контент, да. Который для души от тебя искренне, да, без зазывания, без всего. Да, я просто взял практики, которые я проводил очно, да, я их немножко урезал. И получается, что я эти урезанные практики, демо-версии с объяснениями загрузил на YouTube-канал и сказал, «Ребята, я делаю это для вас, пробуйте энергодыхание». Это урезанная версия, демо-версия, потому что большую практику по длительности нужно делать только с мастером. Если вам понравится, вы можете пройти по ссылке, изучить мой сайт и что-то себе выбрать из моих курсов. Вот. Но прежде чем вообще что-то покупать, куда-то вписываться, пробуйте дышать, энергодыхание. Вот. Получайте, вы уже получите результат прямо сейчас. И реально на YouTube начали расти просмотры. Там некоторые техники, там уже по 100 тысяч просмотров, по 300 тысяч просмотров. Без специальных маркетингов. Я не продвигаю, YouTube сам меня продвигает, да. Почему? Потому что есть просмотры, есть комментарии. Единственное, что я от аудитории прошу, это описать опыт во время дыхания, что с ними было. То есть, опишите, пожалуйста, в комментариях, какие ощущения вы испытывали во время сеанса. Я прочитаю на основе ваших ощущений, сделаю еще какую-то практику. И да, качает уже мои тут, пишут, что включается сома. Вот. Да, ну, ощущения в теле меняются. Ну, круто, вот так вот случайно, на самом деле, не запланировано, мы еще дали мастер-класс по такому маркетингу, не маркетингу. Да, у меня в этом плане настолько, то есть, я, мне, вот когда мне пишут, здравствуйте, я хочу индивидуальное занятие у вас пройти. Можно ли? Я тут, мне вас рекомендовали. Я говорю, ребята, такая тема, что... Давайте вы пойдете ко мне на YouTube-канал, вот эту практику подышите, почувствуете, что с вами произошло, потом мне напишите. То есть, ты еще не отговариваешь? Я отговариваю, реально. Молодец. Потом напишите, как у вас прошло, и уже на основе вашего опыта, может, вам вообще не понравится. То есть, ну, вы на демо-версии поймете, что это все не нужно и так далее. И тогда уже мы будем с вами говорить, индивидуальное занятие у меня дорого стоит одно, ну, достаточно дорого. И при этом всем я не хочу человека вписывать и вписываться в проект, ну, в занятия человека брать деньги, потом он говорит, о, я не это хотел. Ну, как бы, я думал, это другое. Прежде чем уже зайти на взаимодействие, конечно же, я даю вот эти вот уже записанные демо-версии. Слушай, ну, это очень правильно, и опять же, здесь тебя поддерживаю, потому что я тоже всегда за экологичность и за ответственность мастеров, потому что мы же несем ответственность за каждого человека все равно, который к нам приходит. Если к нам придет какой-то, ну, просто ради интереса, многие же ходят как, вот по этим курсам, тренингам, из интереса. Вот, вот эта аудитория, которая ходит из интереса, я ее всегда направляю на ютуб-канал. Во-первых, на ютубе они понимают смысл зачем, во-вторых, они могут сделать несколько разных версий практик и уже для себя определить, хотят ли они деньги платить уже за дальнейшее обучение, да, и за более глубокие методы или нет, или им этого хватит. Может, человеку хватит двух практик с ютуба для того, чтобы решить свой какой-то небольшой запрос. А смысл ему тогда платить огромные деньги за то, чтобы этот же вопрос можно было в ютубе решить, ну, без ничего. Роман экономит ваши деньги, вы поняли, да? Так что... А поэтому у меня занятия дорогие, то есть у меня либо бесплатно, либо овердорого. Нету среднего сегмента, либо курс в записи, который можно купить за какие-то там деньги. Здорово. Ром, ну мы продолжим с тобой беседовать после того, как мы послушаем Веру Брежневу, дадим ей шанс реализовать себя на смысл-тое радио, и через три минуты мы встречаемся и продолжаем разговор дальше. Так, ну что, друзья, у меня тут уже народ зашел, качает, чувствуете, да? Уже погрузился в нужное состояние народ? Да, у нас бывали эфиры, когда мощно качала медитация. Просто фильм «Посмотри» про самадхи, долго объяснять, ты поймешь, там прям четко, да. Да, обязательно. Так, вы тоже смотрите фильм, вы поняли, да, заходите к Роме, мы еще в конце все пароли ягти поискажем, вот, как тебя искать. Ром, смотри, скажи мне, мы сейчас выходим на последнюю нотку, или у нас, в принципе, еще много есть о чем поговорить, как ты хочешь в час ложиться, в полтора? Как пойдет? Единственное, что мне нужна зарядка для айфона, а то у меня сейчас сядет. Есть? Да, она, у тебя вон, свободно. Смотри, как пройдет, я либо сядет, не даю завершающую часть, потому что, в принципе, у нас очень много. Но мне нужно зарядить просто, главное, чтобы... Сейчас, у нас тут все упало, простите, простите, у нас даже такая атмосфера, что все рушится. Вот, Роман, со своей ногетикой. Разрушил студию. Ну, разрушение к лучшему, вы же знаете, мои сядет. А как один известный мастер, эзотерический. Ромаш, чтобы в 4-5 утра вставать, во сколько вы ложитесь? Ребят, я могу лечь и в 11, и в 12, и в 10. Ты в 4 утра стоишь? Интересный факт, Романик. Ну, просто поймите такую вещь, что, чтобы вставать в 4 утра легко, мне нужен был разгон, это около года. То есть, где-то в год я разгонялся на то, чтобы вставать в 4 утра. То есть, первые полгода это трэш, это было сложно. А ты с какой цели вставишь в 4 утра? Время хочу больше жизненного. Ага. Жизненько. Ну, так тебе плюс полгода добавляется по всему. Больше скажу, в 4 утра легче встать, чем в 6. Именно в 4, да? Да. Ну, вот, кстати, к слову, авиапассан, хритритов таких, да, вот, азиатских, там тоже 4-5 утра в подъем медитации. Как были и 13 часов, наверное. Почему-то. Ну, так это время подъему. То есть, много чего можно успеть. Вот меня уже благодарят. Спасибо, что вы есть. Только ваши практики помогают жить. Как прекрасно. Причем эти практики, пока мы сейчас общаемся, если я открою статистику YouTube канала, то в этот момент, пока мы сейчас проводим эфир на радио и эфир в Instagram, одновременно дышат полмира. То есть, у меня очень много романов, двойников. В смысле, двойников романов? На YouTube. Все записи видео – это романы, которые дают практики. А. Одновременно, да. И со мной… И планироваться и размножаться. Да, да. И сейчас прям дышит тысяч пять человек. Какой-то интересный человек. И они дышат и дышат и дышат. То есть, а кому надо, тот уже приходит лично позаниматься. Друзья, слушайте, у нас не только в эфире интересные беседы, но у нас и за эфиром, пока звезды поют свои песни, очень интересные складываются, информативные, я бы так сказала, истории про романы. Поэтому здесь прям копать и копать можно, я так поняла. Поэтому мы продолжаем наш разговор. И следующий вопрос у меня у тебя такой. Вот смотри, те, кто глубоко погружается в духовные практики, у них есть такая большая вероятность побега от материального. Ну, я много раз это наблюдала. Вот как не скатиться полностью в духовный мир и не начать питаться, как говорится, праной, да? Ведь отрицание материального – это все-таки не есть цель нашего существования, да? Ведь наша душа пришла в тело зачем-то в этот материальный мир, безусловно, да? Легко сидеть, да, как говорят, под деревом в лесу и медитировать, если ты выйди на рынок в толпу, да, в час пика и подумай там об умиротворении, как бы, да? Вот как поймать тот пресловутый баланс между материальным и духовным, да? Как ты ходишь в духовной практике? Как? Вообще легко. Любой уважающий себя эзотерик… Так, любой… Чтобы не оторваться от материального, должен себе хотя бы купить часы за миллионы-полтора и в них ходить, как минимум. Потому что это… Это тоже отдельная практика такая. Есть практики дефанья, а есть практики купить часы за полтора миллиона. Да, да, чем дороже, тем лучше. Потому что каждое утро, когда ты одеваешь эти часы, они тебя гипнозят, что ты всё-таки живёшь в материальном мире и тут что-то стоит. И не надо убегать от этого. Класс. И нужно в этом всём разбираться. А ты своим так, ну, рекомендуешь какие-то такие… Потому что, ну, правда, на моём опыте, не у меня лично, да, но я всё-таки знаю людей, которые, ну, настолько уходят туда, ну, просто говорят, да зачем нам вот это всё, это всё земное, это всё… Не знаю, я с такими не работаю. Я их просто не замечаю. Извините. Идут они нафиг, да? Они идут нафиг лесом, да. Все, кто боится, идут нафиг. Все, кто оторван от материалки, идут нафиг. Ребят, ну, смотрите, как же просто всё в этом мире. Поймите такую вещь, что уважаемые эзотерики, которые отрицают, если вы не умеете работать с материальным социальным миром, то вы вообще ничего не умеете. То есть, ваша эзотерика – грош цена. То есть, если я не могу в этом мире… Короче, это люди, которые не имеют веса вообще никакого. То есть, просто пустое сотрясание воздуха и… Ну, а как же монахи, да, которые вот уходят там в лес, в монастырь, как бы духовные люди, да, тоже у них есть свои ученики, но они оторваны от материального мира, по большому счёту. Вот про них что скажешь? Правильно ли это? Может быть, это такое предназначение у людей, да, опять же? Просто поймите, большинство эзотериков, которые живут в социуме, они далеко не монахи, просто они корчат из себя типа монахов. Но то, либо ты идёшь по пути монаха, тогда будь монахом на 100%, либо ты тупо тусуешься в эзотерических кружках в йога-центрах и корчишь из себя монаха, и ходишь в этих вот штанах-халадинах и как бы всем втираешь, что ты какой-то духовный чувак, а при этом всём ты не влияешь на мир никак. И там еле на шкребаешь на своих курсах, и зазываешь там людей, бежите ко мне. А вот тогда продолжая эту тему, смотри, цель того, что ты делаешь, твоих дыхательных практик, состояние в кайфе, ты всё время повторяешь, да? Да, только так, да. Не этого ли состояния достигают шаманы в Мексике за счёт альваски, например, да? Наркоманы за счёт наркотических своих средств, получается. То есть ты приводишь человека именно в подобное состояние. Без средств. Ну, здесь я понимаю, без средств, уплочняю, без средств. Только за счёт дыхания. То же самое состояние эльфории ловит человека. Причём безлимит, не при дыхании. Дыхание – это дыхание. А если сома, то это ещё выше уровень. Дыхание, вон, YouTube-канал, дышите-обдышитесь. На полгода хватит. Бесплатно вообще, полно. Но если уже серьёзно, вышка, то это сома. Послушай, а быть в кайфе, да? Вот так звучит действительно эйфорически. Словите эйфорию. Вы когда-нибудь травку курили? Нет. Мы, видимо, не поняли. Хорошо. Нет. Ну, сексом занимались. Ну, бывало, да. Пару раз. Бывало пару раз. Ну, вот примерно аналогичное ощущение. Ну, я понимаю, что такое состояние эйфории, да? Я понимаю, что… Безлимитно, сколько хочешь в любом месте. Послушай, а не есть ли это тоже такой побег от действительности, да? Что «Я в кайфе!» И как бы, ну, видишь, в жизни, то есть, чёрное-белое есть, да? То есть, есть и боль, всё равно она есть. То есть, это к тому, что… Ну, разве есть та точка, когда мы придём? И мы всю жизнь в кайфе как бы находятся. Или она есть всё-таки? Или мы себя будем специально всё время в это состояние кайфа погружать? Как бы, а не важно, что там. Пускай страдают те, кто страдает, как бы, а я вот как бы в кайфе здесь. Что с этим делать? А зачем с этим что-то делать? Пусть страдают. Какой добрый дом у нас в студии сегодня. Ну, знаете, кто… У меня, в общем, один приятель, друг в Калининграде жил. У него были большие колонки. И музыка долбила так, что там в четвёртом этаже люди слышали, там по всему подъезду. Он, конечно же, был неправ, но эта фраза мне запомнилась капец как, короче. Мы как-то сидим у него дома, долбим музыку. Про диджи ещё раньше был такой. Новый альбом вышел, там всё просто. С крабом, который, помните? Вот. Там просто жесть, дверь вот так ходуном. Ты в подъезде идёшь, в подъезде окна др-др-др-др бежат. Мы музыку слушаем. И кто-то спустился и начал барабанить дверь. Типа, выключите музыку, пожалуйста. Очень хотим спать, то там работали ночь. И сейчас мы не можем выспаться, а мы же днём. Вот. Он открывает дверь такой. Кто хочет спать, тот спит. И закрыл дверь. Кошмар. Не, ну подожди, Ром. Это уже не экологичность границ. Нет, я просто пример говорю. И, короче, какой-то раз я к нему захожу домой, музыка долбит, дверь открыта. И я смотрю, музыка просто шарашит, и он просто спит. То есть он не брал, когда это говорил. То есть, короче, и тут до меня дошло. То есть реально, кто хочет спать, тот реально спит. Всё. То есть вопросов нет. Следующий момент. Кто хочет страдать, да страдайте, пожалуйста. Как бы, ну, вам по кайфу страдать. Есть огромная масса людей, куча страдальцев, особенно в России. Это заметно, что у них все виноваты. Правительство, там ещё что-то виноват. Кто-то виноват, сосед виноват, у которого трава зеленее. Но, короче, если так разобраться, они ни хера не хотят делать. Нет, смотри, Ром, я сейчас вот разграничу некоторые понятия. Ты абсолютно прав, что спасать других, да, вот в роли спасателя бы не нужно. Человек хочет страдать, да, он хочет быть жертвой, здоровье. Я здесь согласна. Но есть такие ситуации в жизни, да, когда я говорила, что если мы совсем уйдём в кайф, ну, то есть всё равно что-то случается, да, то есть человек же не такое существо, которое вот-вот я вот всё время розовый единорог, правильно? Я вот в кайфе, и вообще ничего не случается. Да, 24 часа в сутки? Ну, практически, да. Иногда приходится заставлять себя выходить из кайфа. А если, вот подожди, ну, есть же такие какие-то внешние факторы, там, ну, не дай бог с близкими что-то случилось, там, да, что выбивает просто человека из колени так или иначе, да. То есть, вот, ну, ты же не находишься, разумеется, в кайфе. И когда ты уйдёшь в кайф, да, Некого выбивать из колеи. Некого выбивать? Кто тот, кто тот во мне, кого можно выбить? Ох, до каких мы пластов прошли сейчас. Ну, кто выбивается из колеи, если нет у этого человека? Или нет у этого яка, кого можно выбить? А не называется ли это словом равнодушие тогда, нет? Когда, как бы, да, чтобы не произошло, мне пофигу, я в дзене. Равнодушие – это когда ты смотришь и ничего не делаешь. Ага. Да. Но, интересно, интересный факт. Прямо сейчас, пока мы общаемся, тысячи романов Корловских что-то делают для этого мира. Ты опять намекаешься. Ребята, обратите на это внимание. Я уже записал столько видео, что прямо сейчас уже там по статистике тысяч пять одновременно меня смотрят люди и дышат, и получают результаты. При этом всё, я вообще ничего не делаю. Ну, то есть ты уже оставил достаточное наследство? Я и дальше буду оставлять. То есть, просто я это делаю по кайфу. То есть, я говорю, ребята, сегодня будет крутая практика. Кайф о нём вместе. Решают какие-то проблемы. Вот. Дышатся так-то, так-то. Вот вам видос. Делайте вот так, получаете кайф. Они такие, еее, новое видео на канале, полетели. Всё, и получили кайф. Ну, и решили свои задачи. И всё. Мне хорошо, им хорошо. Но, невзначай, говорю, кому надо, ссылка в описании. Заходите на сайт. Пожалуйста. Кому не надо, welcome, ждите следующее видео. Будем дышать дальше. Слушай, ты такой кайфушник прям по жизни, я смотрю. Ты ездил к шаманам. Я просто знаю, что многие тоже эзотерики, которые вот подобные вещи практикуют, начинают они с чего? С той самой Айвазки. Да, мы её не рекламируем, если что. Вот. Но, чтобы попасть в это состояние, от многих просто слышала, что они проходят вот этот вот путь, да? То есть, это же проще, да? Чтобы его, ну, скажем так, чтобы это состояние словить, запомнить его, там главное ещё не подсесть, да? И потом попробовать его воспроизвести в своих практиках. Ты тоже так пробовал? Было, шаманам? Я Айвазку не пробовал, и даже за деньги я не буду пробовать. Если мне даже заплатят. Почему? А нафиг она нужна? Свои способы достижения кайфа. У меня своя точка входа, да. То есть, зачем мне пробовать внешний стимулятор, для того, чтобы войти в состояние, в которое я могу войти без него? А вдруг там гайфовие? Нет, навряд ли, нет. Хорошо. Тогда давай переместимся всё-таки к теме моей программы, да? Я люблю... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!